Идите на мысль. Выход один. Во Христе любовь. Так, нет. Оля, у нас как там с третьим этажом-то? Чего там у нас? Я очень рад, что вас увидел. Понимаете, среди мира, когда увидишь, это лица другие совсем. Когда сидите, это настолько душевная радость. Это люди с другой планеты. Есть там есть? Мы не будем задерживать, просто подождите сейчас хотим вас. За такое внимание нам. Хорошо, давайте мы совершим молитву и брать поездки, если они так спешат, я не буду настаивать. Давайте, давайте вы тоже. Молитесь, пожалуйста. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, умершего на наши грехи и любящего нас безмерной любовью. Ты проложил наш путь к тысячам сердец и довел до этого места. Ты напомнил сердце нашей радостью, что дети Твои откликаются на просьбы нуждающихся. Хвала Тебе. Благослови нас в этот путь. Устрои предстоящие встречи. И пошли мир и любовь находящимся здесь. Положи на сердце каждому, а заботись о своей душе. Ибо великие грядут испытания, как свидетельствует Дух Божий. Чтобы дети Твои не унывали, зная, что все это от Тебя. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. И я обращаюсь к Тебе. Благодарю Тебя, Всевышний, за те благословения, которые мы имеем. Благодарю Господи за то спасение, за милость, за долготерпение, за благодать, которая до сих пор изливается на живущих планете Земля. Благодарю за этих людей, которых Ты призвал из этого мира, поставил на служение и верил в руки Своё служение Господу. Ты их направляешь туда, куда Тебе одного известно. Мы не знаем. Господи, мы молим Тебя сейчас за них. Молим о той нужде, которая, возможно, у них есть. Мы знаем, что Ты с ними. Мы знаем, что Ты никогда не оставляешь тех, кто поварит на Тебя. Прошу Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего благословения и Твоего водительства в этом пути, в этом служении. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я хотел сказать пару Карпов, у него было четверо детей. И вот она с четвертым ребенком была беременна. Прошли, сказали, рожать нельзя. А у нас с ней была такая дружба, с Марфой и с его женой. И мы молились постоянно все вместе. У нас такое настроение было радостное. И вдруг приехал в аптестном старе с Туркмени, с бородой, хирург, рассмотрел ее, рожать нельзя, ребенка убить. Она плачет, что делать? Я говорю, Марфой, доверься Господу. Умереть, значит умрешь неповинной. И он родился, его стали назвать моим сыном, что я его спас. А после этого у нее еще семеро ребятишек было. То есть никому не надо верить, когда посягают на то, что Бог дарует. Бог посылает испытания, но он же в свежих мерках, в первое колесо, в 10-13 году, при увеличении испытаний подастся обречения. У нас были такие молитвенные люди тогда здесь. По стихи писал какой-то Василий, сейчас я могу не назвать. А вот Ульянкин присвитер был. Северин. Очень хороший. Северин. Вот его знаха. Северин. Вот знаха Северина. Так, сейчас жената у Ульянкина? Нет, знаха Северина. Поэта, который был. Снаха. А как его звали? Василий Семенович. Истинно так. А мы приходили двое с братом православное, помните? А я нет, я-то в то время не была с ним. А, не было. Вы знаете просто, что есть. Мы вспоминаем то время, я здесь пять месяцев жил, как время прекрасных встреч, какие хорошие тогда люди были. Я не знаю сегодняшних, я говорю про то время. Мне пришлось после этого много испытать, я опять тюрем прошел за распространение Слова Божия. Ну и в то время я брал интервью репрессированных. И такой лагерь смерти был, там отбывал оттуда. Теперь реабилитировано все. С помощью Божьей все это. У нас очень хорошие отношения были, они продлились на многие годы и города. Вы знаете, что сидите в таком возрасте здесь, это неописуемая картина радости. Слава Богу. Потому что неинтерес к жизни не теряется, ничего. Вы просто как святущий сад какой здесь. Мы на молитву собрались. Мне 73 года, и люди удивляются. Вот сколько приходится, представьте, во всех отделах милиции вел занять. Краевой, УВД, прокуратура, ФСБ, заводы воинские, там, счастье. Три радиопрограммы регулярно вел телевидение. И мне 73 года. И вот я за последние 8 лет за компьютером провел больше 30 тысяч часов. 38 книг вышли, это энциклопедии все понимают. Как прийти к единению? Ответ один, любовь, другого просто нет. Любовь по Христе. Нет Христа, жизнь пуста. Храни вас Господь. Мы вас сохраним сердце. А где-то нас помолите, чтобы у нас тут на Москву. Вы поедите обратно, заезжайте к нам. До свидания. А может быть, и все, и все, и все, и все. Проводи по вам. Спасибо. Василий Семенович, действительно, настоящий парень. Семенович, 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 семенович. Семенович, семенович, семенович. У нас может поселиться деревню крови, кто-нибудь в жёлтую землю, кто-нибудь поделится в задании. А сегодня, говорит, в первой администрации нет такого нет. Да, точно. Господь восхищает, это новая жизнь во Христе. Кажется трудно, ясно, что при Ставке, ну вообще, совершенно незнакомое место. А для нас это естественно, с нами Господь приспас. А где, говорит, Бог, там большинство. И все не так, и все не так. Бога, Бога. С родом и Владиславением он тоже. Вот второй регион, где-то Алтай, да? Да.